Давайте начнем с такой новости, довольно-таки интересной. Вчера замминистра финансов заявил, что, возможно, мы получим второй транш уже в августе. Я специально не поленился, поднял меморандум Международного Летнофонда. Там написано, что второй транш должны были получить до 15 июня. То есть, я так понимаю, что второй транш нам не дали официально. Поэтому обещают дать в лучшем случае в августе. Но самое интересное, что обратно поднимаются какие-то странные разговоры, что мы что-то не приняли. Хотя до этого спикеры Международного Летнофонда говорили, что вы не провели реструктуризацию, тро-транша не будет. Скорее всего, я так понимаю, что пока мы не решим проблему с внешними долгами, ни в августе, ни в сентябре, ни в тро-транш. Прежде всего, в сентябре должен быть уже третий транш. Ничего не будет. А есть ли потенциал решить наши проблемы с госдолгом? Ну, я бы сказал бы так. Если убрать политическую риторику, перестать махать флажками, а просто сесть за стол к переговору, тяжело, но договориться всегда можно. Да, действительно. А кто с кем должен договариваться? С кредиторами банально сесть, договориться. Только убрать эту политическую риторику размашивания флажками. А может ли кредиторы определить, а с кем разговаривать здесь? Нет, но они могут и в данном случае только с министром финансов. Они люди бюрократические, и они привыкли общаться и с представителями власти. Другое дело, готовили наш министр финансов говорить на понятном для кредитори языке. Я не понимаю, почему. Я не ходил на язык английский, я думаю. Я понимаю, но я не понимаю, почему срывают постоянно переговоры. Хотя, уже не знаю, то, что они предлагают, это классика. Классика реструктуризации. Что там не выгодно. Я специально даже еще раз говорю. Вот понимаете, в чем? Меморандум есть этот. На сайте Международного фонда есть Меморандум Украина Международного фонда. Я понимаю, что он на английском языке. Я понимаю, что читать может не всем интересно. Время этого я специально перечитал. Но юриска не может читать на английском языке. Но там нет слова списать долги. Но честно нет. Там есть слово действительно рекструктуризировать. И есть слово снять нагрузку по графику выплаты долгов. То есть они предлагают, что смотрите, ближайшие 3-5 лет выплатить не должны. Мы то есть приносим срок платежа. Так, связь, ничего страшного. Сейчас повторно режиссеры свяжутся с Александром. Там удивительное отношение между юриской и кредиторами. Насколько я могу судить по Блумбергу, насколько я перевожу. Например, у них полторы недели назад был конфликт в том, что они не могли договориться. Почему они не могут договориться? Могут ли они встречаться? А на самом деле в чем суть? МВФ создал прогноз по росту, точнее по падению экономики. Но этот прогноз, я резко получив от МВФ, не хочет предоставлять Фрэнклин Темплтон инвестиционной компании и другим компаниям, ссылаясь на то, что это коммерческая тайна Украины. А инвестиционные компании говорят, как же мы можем реструктуризировать ваши долги, если, собственно говоря, мы не знаем какой прогноз. Я резко говорит, а это тайно. Давайте договариваться, тайно, не тайно, как мы будем распространять. То есть, Блумберг уже шутил над этим, они, это крупнейшее деловое издание, заголовок. Ярейские кредиторы Украины не могут договориться, почему они не могут договориться, встречаются ли они или нет. Вот этот уровень общения. И смех, и грех. И смех, и грех. Я хотел другую версию озвучить. Просто мне кажется, что кредиторам выгодно, чтобы Украина била дефолт. Потому что тогда можно будет, это же как бы дефолт, это не значит, что это все прощается. Значит, просто потом придется все это выплачивать, но уже на каких-то там других условиях, да, и в другие сроки. И тогда они будут уже торговаться, что вы можете там, если у вас нет реальных живых денег, взять взамен. А вот здесь одесский перпорт, да, вот там есть какая-то земля там, да. Давай, оборужаем. Имеет, взять. Да, то есть, грубо говоря, Франклин и Дэмплтон, они от того, что они не получают срок своих там 8 миллиардов, которые они скупили долго, они как-то протянут. А вот Украина, если била дефолт, то будут, особенно у ее руководства, большие проблемы. Придется вам многие свои, наверное, политические карьеры на этом закроют сразу. Вот поэтому, я думаю, я речь, как было бы выгодно все-таки договориться. Я думаю, что присутствуют элементы того и другого. Ну вот говоря о поведении кредиторов, да, если в меморандуме действительно речь не идет о списании долга, части госдолга, то почему они должны вообще на это идти? И так отсрочку предоставляют. И если проводить аналогии с Грецией, то в Греции что же, в общем-то, последние месяцы проблема была не того, что что-то такое супер-купер-глобальное, а такая же, как и у Украины. Реструктуризация долга, потому что Греция в определенную краткосрочную временную перспективу не может делать положенные ей выплаты по долгам. И вот кредиторы там и там тоже, переговоры с кредиторами о реструктуризации, в том числе греческие, и там и там. Почему они должны списывать одним, и не должны списывать другим? И для кредиторов вот две ситуации существуют, которые нужно вести себя в одной из ситуаций так, чтобы в другой не проиграть и не получить упреки по другой ситуации. Хорошо, спасибо, Владимир Александр. Восстановлена прямая связь, как слышно? Хорошо слышно, я так понял, вы добрались уже до Греции. Да, мы не ушли из этого вопроса, еще из реструктуризации. Вот все-таки, все-таки, мы оборвалось на том, что не читали, к сожалению, наши финансисты этот договор, этот меморандум. Ну или не хотели читать, потому что в меморандуме нет слова списать. Повторяю, есть слово, абсолютно понятное, отсрочен срок платежа. И в цивилизованных странах, я думаю, тоже вообще нигде нет такого слова списать. Ну, смотрите, еще раз провожу пример, я несколько раз там на всяких ток-шоу объяснял. Вот говорят, вот Польшу списали. Я говорю, внимательно читайте, списали не Польшу, списали Польской Народной Республики, а не Республика Польши. Понимаете разницу? Это если, другими словами, ну вот Украинской Советской Советской Республики, да, можно списать. Но давайте поднимем этот вопрос, и что будет дальше? Понимаете, списывают, когда действительно, ну глобально меняется форма правления. Ну, Советской России списали, долги Царской России. Вот, чтобы списали частично долги фашистской Германии, уже новой ФРГ. Но это же тоже неблаготворительность. Ну да, ну вы поняли, в каких случаях списывают, когда, ну действительно, ну как можно было предъявить права Польской Народной Республики? Ну никак, ну нет ее, все. И все понимали, что тут надо списывать, ну а что остаться делать? Ну Германия, как правонаследница, все-таки выплачивала репарации? Выплачивала, но частично. Как не фашистская Германия? Российская Федерация, долги Российской Империи и Советского Союза выплачивала? Хорошо, давайте так. Это еще раз говорю, это, ну видите, списание, это самый крайний случай, когда вы говорите, ну все, вот видите, уже тупик, реструктуризация просто невозможна. Если возможно реструктуризация, а в нашем варианте она возможна, реструктуризируйте. Ну не на 5, на 10 лет сделайте реструктуризацию. Но даже нет никаких шагов, даже нет процесса договоренности, чтобы как-то это, ну предметно уже, да, вот что-то выложить. Давайте так, разложим долг на несколько больший срок, да, этого не происходит сейчас. Ну вот смотрите, по Ощадбанку, вот в Ощадбанке еврооблигации, самое интересное имя владеет, те же самые Телпнен, если уж на то пошло. Да, Минфин пошел, ну понятно, что Ощадбанк сам не принимает решение, принимает решение Министерства финансов, тоже не тайно. Так вот, Министерство финансов пошло на такие условия, ну там единственное не 10 лет, там договорились о 7 лет. Ну я понимаю, 10 хотели. Угроксимбанк, 5 лет, ну то есть, другими словами, тоже самореструктуризация, ну на 5 лет перенесли погашение. Нормально, почему бы и нет. Хорошо, Александр, вопрос такой, это 15 августа дадут или не дадут платить уже 24 июля? Нет, вообще-то 17, нет, смотрите, давайте так, вот это мы ведем еще, очередной такой, сейчас интернет там взлетел, что 17 будет дефолт. Рассказываю, у нас, ну график платежей, процентов по еврооблигациям, 17, 21, 24 июля, ну не один день платить. Есть деньги платить? Ну, при желании, нет, смотрите, у нас же золотооблитных резервов сейчас за 10,2 миллиарда долларов. То есть идея в том, чтобы дотянуть до транша, до нового? А зачем нам транш? А транша деньги брать нельзя. Транша, нет, нет, нет. А сколько же, какая сумма выплат вот в июле должна? 86 миллионов долларов. 86, а у нас 10 миллиардов, да? Не, ну это 86 миллионов долларов, это проценты, что вот так вот. Но, смотрите, НБУ рассказал, что он, правда, за июнь собрал на рынке, ну привлек 140 миллионов долларов. Непонятно, если он привлек на рынке, ну замечательно. Откуда? Нет, ну разместили валютные ВГЗ, соответственно, увеличили золотооблитные резервы. Это, ну нормальная практика, он действительно взял с рынка. 140 миллионов, но если вы взяли 140, так непонятно, вы что говорите, или вы их не взяли. Понимаете, получается, вот полустоятельный разрыв. Сначала одно заявление, у нас золотооблитные резервы выросли там на 400 миллионов. Хорошо. Через полчаса. Нам нечем платить по внешним долгам. Вы, говорите, стыкуйте показания ваши. Ну или у вас растут резервы, тогда у вас есть чем платить. Или у вас они не растут, тогда, что вы говорите, у нас они упали. И в финансовой сфере, получается, в финансовой сфере, в нашей государственной тоже нет единого началия какого-то, да? Да какой-то хаос. Честно говоря, понимаете, курьер заключается в том, что бывает сложно даже комментировать их, потому что они так путают цифры. Мало того, бывает, что перекручивают ту же самую цифру разные представители. Поэтому непонятно. Надо каждый раз объяснить, кто именно это сказал, и на счету цитаты ты указываешь, потому что цифры не совпадают. Мы вот сейчас систематизируем работу на канале, да? А представляете, что творится в государственном масштабе? Ох, это отклонение. Александр, спасибо. А скажите, пожалуйста, тогда все-таки, все-таки дефолт, мы так, знаете, как это, контрольная точка каждую неделю. Ну что, дефолтный, дефолтный, вроде нет, еще неделька, еще неделька. Так будет он или не будет его уже в конце концов. Смотрите, еще раз говорю, что даже если, ну ситуация, приходит 17 июля, и с принципом министерство финансов не платит процент. И с принципом, оно вот есть валюта и не хотят тут. Да, автоматически это считается дефолтом. Но еще раз говорю, что даже если они это не заплатят, ну поговорим, повозмущаем, все равно будут переговоры, все равно надо реструктуризировать, ничего не поменяется. И вот эти все крики, курс станет 50, не верю. Банки закроются, не верю. У нас есть масса других проблем, которые ничего общего не имеют с этой проблемой. Итак, курс. Действительно, не упомянул я, что курс-то на черном рынке подрос, можно сказать, существенно. Уже падает. Уже падает. Ну, 24,15, 24,5, это покупка, продажа. Значит, смотрите, если уже на топ, берем черный рынок. Вторник вечером было 25, это я точно знаю. Четверг утром было 25,10. А после обеда уже 24,50. Спекуляции. Вот видите. Спекуляции, скорее всего, да? Да. Пытаются подогреть, раскачать на фоне любой темы. Любой. Ну, во-моему, я считаю, что главная причина роста курса, это именно бесконечные заявления панья Реско. Которые невозможно, как их толковать вообще. Ну да, но это без конца и края. Тем более, вот если внимательно посмотреть синхронность выступлений курса, ну, прямая зависимость. Но, вот понимаете, почему... Ну, этим спекулянтам пользуются. Они смотрят, ищут, да. И, о, все, Реско сказала, вот что. Ах, супер, ужас, давайте бегом раскачаем курс валютный. Или наоборот, да? Сказала... А она не раскачает на то, что она говорит. Я не знаю. Хорошо. Ну, вот смотрите, а смотрите, почему не получилось. Вот почему не получилось валютных спекулянтов. Гривны нет. А-а. Вы, понимаете, что произошло? Они-то раскачали, народ бросил, а гривны в людей столько нет. Ну, нечем обеспечить этот доллар. Ну, да, просто, ну, для того, чтобы купить, надо же где-то гривну взять. То есть, затихнулось. А куда делась гривна? А цены вы обратили внимание? Зарплаты у кость выросли. Хорошо. Я думаю, вряд ли. Цены. А что, гривневая масса куда-то вывозится из страны? Куда-то разве надевается? Нет, смотрим, не вывозится. Но ситуация следующая. Человек, ну, скажем, ну, вот берем среднего обывателя. Он, грубо говоря, получает, какая-то там, 4 тысячи, 5 тысяч гривен. Раньше он знал, на еду он тратил за это 2 тысячи. Сейчас знает. Не на еду, на 4 тысячи. Да. Значит, он автоматически, ну, на доллары уже остается мало. Соответственно, если раньше он бежал, зарплаты, то есть на доллары уже. Ну, хорошо. Эти деньги ушли в магазин. У магазин отдал банку, купил на это, или там доллары купил. Гривневая масса, все равно же. Гривневая масса, что она, а тогда искусственно сдерживается в нацбанке? Или кто гривневую массу выводит из рынка? Она не вводит. Она просто, смотрите, потому что гривневая масса, для того, чтобы, тем, кто же магазин купил товар, ему надо больше гривны, чтобы заплатили производитель больше гривны, для того, чтобы потом купить валюты для инфорктеров больше гривны. То есть гривневая масса, для того, чтобы вы могли обеспечивать свой бизнес, вам надо больше гривневой массы. У вас нет лишней валюты, чтобы выдержать. А эмиссии не было, правильно? И вот все, курс растет. Ну, фактически, да. Растет, а купить, как бы, не за что, да, то есть, получается? Почти так, нет, ну, я сразу говорю, что, почему такой всплеск был, почему они по 25 уже начали продавать, но они видят покупателей, нет. Они проскачали до 30, дай им ввод. Ну, он не видит покупателей, нет. Ну, вот по этой причине надо подстраивать. Нет, 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 нет. Ну, да, ну, да, хорошо, спасибо вам большое. Спасибо.